Здравствуйте! Вы смотрите программу «Грядки в порядке» в студии Мария Шматкова и кандидат сельскохозяйственных наук Наталья Викторовна Настенко. Здравствуйте, Наталья Викторовна! Добрый день! Наш дачный сезон в самом разгаре. Сегодня мы говорим о грядках. Как готовим их? Наконец-то мы грядкам можем уделить внимание, и они нас уже начали радовать, потому что проклюнулась зелень многолетних луков, щавель радует своей зеленью, ревень, озимый чеснок. Я так удивилась, что озимый чеснок не вымерз в этом году или не вымок, потому что оттепели были практически до Нового года, и я переживала, думаю, посоветовала нашим дачникам сажать озимый чеснок. Вот вымокнет или вымерзнет? Нет. Многие хвалят чеснок и говорят, что хорошо, перезимовало. И, конечно, все, что перезимовало, требует нашего ухода и внимания, и подкормок самое главное. Нужно рыхлить и щавель, и многолетние луки, и ревень, и озимый чеснок. И кормить сейчас азотными удобрениями или аммиачной селитрой, можно добавить такое комплексное удобрение кемира, то есть 20 грамм на 10 литров воды и делать подкормки. Сейчас земля еще влажная, поэтому, если не хотите методом полива вносить удобрения, можете просто сделать бороздки, заодно и порыхлите свой участок, грядку, и туда насыпать 20 грамм на метр погонной вот этой аммиачной селитры, заделать бороздки, зарыхлить, и они хорошо растворятся. Ну, конечно, когда вы кормите свои растения раствором, конечно, там уже все быстрее попадает к растению непосредственно. Поэтому обязательно кормить. Кто делал подзимние посевы из наших дачников, обязательно посмотрите, что же получилось. Огребите уже мульчу, посмотрите, появились ли всходы вот этих холодостойких культур. Может быть, уже нужно прореживать, нужно их тоже обязательно рыхлить и подкармливать. Вот такие пока что у нас работы на грядках, потому что еще мало зелени у нас из овощных. Наталья Викторовна, как мы готовим к посадке картофель? Вы знаете, многие дачники сейчас начинают снова сажать картофель на грядках. Как-то было время, когда полностью отказались от него, перешли все на газоны, на цветники, но времена, наверное, заставляют возвращаться к картофелю. И мои соседи тоже сажают уже 2 или 3 года картофель, очень этому рады. И говорят, что будем расширять плантацию под картофель, будем уменьшать овощные грядки, потому что то застрелкуется, то перерастет, а с картофелем никаких проблем нет. Кто хочет сажать картофель, пожалуйста, достаточно посадить одно ведро картофеля, и вы себе обеспечите свою семью картофелем практически все лето. Но если вы собираетесь сажать картофель, обязательно его нужно уже поднимать из подвала, из погребов или покупать в магазине и яровизировать. То есть давать ему возможность прорасти. Вот эти глазки, которые есть на картофеле, они должны дать росточки. Но прорастает картофель в теплом месте. То есть его нужно занести в помещение в теплое, достаточно светлое, но не на солнце, чтобы он не позеленел. И прогреть ее до появления вот этих ростков. И сажаем мы картофель в нашей зоне, когда у нас зацветает черемуха. Или когда появляются листья на березе. Вот это такие вот приметы, которые вот из года в год повторяются, и, конечно, от них нужно плясать. Тогда можно уже сажать картофель. У нас холодная почва, поэтому не советую сажать картофель глубоко. Штык лопаты это не для нашей зоны. Сажаем в основном картофель на пол штыка лопаты, не глубоко. И посадили, лучше мы его потом лишний раз окучим. И посадили картофель, обязательно следите за погодой. Слушайте радио, смотрите телевизор. Если грядет похолодание, заморозки, окучите ваш картофель. И часто получается, что он уже взошел, появились всходы и идут похолодания. Можно накрыть, конечно, грядку или пленкой, или лутросилами, или бумагой. А лучше его окучить прямо, как говорится, с головой, чтобы сантиметра на два земля была над ростками. Потом немножечко отгребете. Так что картофель сажайте. Картофель всегда дает хороший урожай в нашей зоне. Наталья Викторовна, пришла ли сеять овощные культуры и какие? Прогрелась земля. Смотрите, что же можно делать посев. Теплая, до 10 градусов тепла земля прогрелась. Делайте на своих грядках овощных посев. Но именно холодостойких культур. А у нас холодостойкие это что? Укроп в первую очередь, петрушка, сельдерей листовой, различные виды салатов, полукачаны, икачаны, рукола, редис, репа, шпинат, щавель. Эти культуры уже можно смело сеять. Можете посеять пряные травы. Мне очень нравится это дело, потому что, в принципе, они занимают не так много места. Они многолетние. И пользы от них очень много. Во-первых, они хорошие медоносы. У вас будут пчелы прилетать на ваш участок, будут как опылители работать. Потом эти травы мы часто сушим, используем и в чае, и в различные настойки добавляем, и в маринады. И потом они выделяют эфирные вещества, которые помогают очищать, скажем, воздух, бороться с вредителями на участке. Не торопитесь с посевом свеклы. Вот свекла, она более теплолюбивая. Дождитесь такого стабильного тепла. Потому что вдруг заморозки, свекла потом идет в стрелку, стрелкуется. Или, если не стрелкуется, то дает мелкий корнеплод, очень жесткий, твердый, не сочный. А вот редис сеять нужно тоже как можно раньше. Потому что редис, когда рано его посеешь, он уходит от стрелкования и дает нормальный, хороший корнеплод. Наталья Викторовна, практически на каждом дачном участке находится теплица. Какое внимание мы должны уделить теплицам? Да, теплицам сейчас действительно очень много. Они и пленочные есть, и стеклянные. И особенно популярны сейчас поликарбонатные теплицы. Но я думаю, что с осени все вычистили, убрали все растительные остатки. Кто этого не сделал, конечно, весной нужно обязательно их подготовить. Ничего лишнего не должно быть. Никаких сухих растительных остатков, колышек, колышков старого шпагата. Все-все-все вычистили. И желательно даже верхний слой в теплице снять. Я понимаю, что поменять землю трудно, но землю мы каждый год не меняем. Меняем, может быть, раз в 5 лет. Ну, хотя бы верхний слой, 10-15 см, желательно снять. Вот в нем там и вредители, и болезни, которые зимуют замечательно. Им не страшны ни холода, ни заморозки. Ее можно снять, эту почву, ее потом можно подсыпать под ягодники. Или отнести на компостную яму. Там она через год, через два вместе с остатками растительными даст вам хороший компост. А наверх занести хорошую почву и добавить удобрений, перекопать, естественно, грядки в теплице. И саму теплицу лучше бы, конечно, продезинфицировать. Ну, что называется дезинфекция? Если у вас деревянная конструкция, вот в пленочных теплицах и в стеклянных, можно развести известь. И раствором гашеной извести побелить вот эти конструкции. Это тоже хорошее профилактическое средство. Вы убиваете и вредителей, и насекомых, которые там находятся, споры болезней. Если у вас поликарбонатная теплица, нужно ее помыть. Потому что нам кажется, что пластик, он чистый, все нормально. Конечно, загрязняется. И мыть желательно и снаружи, и изнутри. Ну, если не уж не снаружи, но хотя бы изнутри. И быть лучше мыльным раствором, но никакими жесткими щетками не обрабатывать. Увзять или ветошь, или губку и помыть. В принципе, теплицы не такие высокие, так что сколько достанете, можно эту теплицу помыть. Снаружи можно шлангом смыть этот мыльный раствор. А вот в теплице, конечно, уже шлангом мыльный раствор с внутренней поверхности мы не смываем. Обязательно с ведром, с тряпкой вытираем эту теплицу. Можно обработать 1% раствором бордосской жидкости или бедного купороса теплицу. Вот обрабатывайте свои деревья, развели поменьше концентрации бордосскую жидкость и обработайте свою теплицу. Потому что дезинфекция, конечно, лучше. И профилактика, это хорошая профилактика и от фитофтора, от чего страдают наши томаты. Так что теплицы нужно готовить вот таким образом. Можно землю в теплице пролить раствором марганцовки. Тоже хорошая дезинфекция. Некоторые берут и проливают землю кипятком. Если тепличка небольшая, ну там 6 метров квадратных, они приносят, греют воду и кипяченой водой проливают свою почву, накрывают пленкой. И тоже проходит такая хорошая дезинфекция. Можно настоем чеснока пролить, цитрусовых, пижмы, вот таких трав, которые имеют сильный запах. То есть такую профилактику сделать настоями трав. Наталья Викторовна, пока еще не пришло время высаживать рассаду в теплице, можно ли чем-то ее занять? И как-то использовать это пустующее пространство? Конечно, хочется использовать, чтобы там что-то уже росло. Ну что можно в теплице посадить, пока мы не высадили туда рассаду и томатов, перцев, огурцов? Можно посеять редис. Вот ему будет очень комфортно в теплице. Но сеем рядочками, не в разброс, сразу конкретно сеем редис в бороздки, чтобы без прореживания дальше нам обойтись. На глубину 2 см разложились семена редиса на расстоянии 5 см друг от друга и заровняли эти бороздки. Теплицу лучше закрыть. Хотя редис и холодостойкая культура, но он быстрее прорастает в тепле. А вот когда появились всходы редиса, тепличку открывайте, потому что он будет давать, если ему будет тепло, жарко в теплице, он будет давать большую ботву, а кардиоплоды маленькие. В теплице еще можно посеять и салаты, и шпинат. Можно посеять укроп. И также можно посадить зубки чеснока ярового или лук на зелень. И можно даже лук, чеснок оставить на постоянное место жительства в теплице. Даже когда вы высадите рассаду томатов, огурцов, пусть растет рядышком и лук, и чеснок. Они будут помогать очищать воздух в теплице, делать такой полезный микроклимат в теплице. Спасибо, Наталья Викторовна, за ваши ценные советы. Вы смотрели программу «Грядки в порядке». Всего вам доброго и до свидания. А мы желаем удачи на вашей даче. Субтитры подогнал «Симон»